Приветствую, это YouTube канал Криптомыла, новостная рассылка в decrypto.email, рубрика CryptoDigest, в которой мы обсуждаем самые интересные темы и новости из мира технологий блокчейн и криптовалют за последние сутки. С тобой Леонтий Виталий. Криптосалют всем, кто с нами. Если впервые смотришь наше видео, то подписывайся на наш канал Криптомыла, также нажми на колокольчик, чтобы в дальнейшем получать наше видео и присоединяйся к нашему криптосообществу на ресурсе decrypto.email. Так, будем смотреть, что там у нас показывает курс биткоина. Видно, что дошли до 7500 и как-то вот этот уровень не можем теперь пробить. Это даже не пошли, какой-то резкий всплеск такой. Мы вчера именно скакнули практически с 700 до 7500 и теперь в течение суток просто плывем вот в районе 7500. Как бы такая тенденция на рынке постоянная. Вот эти резкие всплески и потом флэты. Вот они просто даже вот на график, когда смотришь, видно всплеск, флэт, всплеск, флэт. Не смотрел нигде, кто-нибудь объяснял, что произошло вчера в этот момент. Так кто-то там писал по поводу того, что возможно новость о том, что в Корее разрешили ICO якобы. Да, хотят разрешить, да. Ну на самом деле, знаешь, обычно всегда, когда какой-то всплеск, пытаются за уши притянуть какую-то новость. Но не всегда эта новость очевидна. Ну здесь приплели, допустим, этот корейский, то, что разрешили корейские ICO, да. Но на самом деле это не факт. Может просто какой-то кит решил закупиться какой-то этой определенной суммой и спровоцировал такой как бы памп своеобразный. Так, что там у нас на... Но при всем при этом, смотри, вот рост произошел, да, казалось бы, такой резкий. Но доминация биткоина на этом фоне, казалось бы, должна расти. Она наоборот упала на процент. Этим тут же воспользовались альткоины. Биткоин вырос на 4%, а альткоины многие там начали расти на 20%, на 10% больше и так далее. То есть получилось как бы такой... Вчера вот мы когда с тобой эпизод записывали, да, эпизод хоть и не вышел, да, там из-за технических проблем, но мы вот обсуждали в том числе, что могли в принципе уже приближались к 300, да, капитализации к 300 миллиардов и могли в принципе уйти ниже. Но на самом деле, да, получается, что наоборот прибавили более чем 20 миллиардов, потому что было довольно быстро. Ну и доминация, смотри, резко упала, было вчера 39,9, я когда статью писал, буквально вот за сутки, смотри, вырос биткоин и одновременно с этим его упала индекс доминирования на 1%. И это сразу отразилось на росте альткоинов, они как бы немножко ожили сразу и многие дали очень даже неплохой рост за это время. Вот мы видим, достаточно большое количество дало там 10% или около того. Да, здесь как бы, ну, опять же, это все в основном новостные вещи, вот это добавили на Binance, да, листинг на Binance произошел. Еще вчера, по-моему, да? Байткоин, по Байткоину, как бы я искал информацию, ну, получается, вот интересный такой твит нашел. То есть, получается, рынок хоть и внизу находится, но нужно понимать, что как бы так получается, как вот правильно перевести. Короче, все, что идет вниз, оно как бы не вечно, да, то есть оно должно когда-то подняться. Поэтому пока есть возможность, идите на Binance, Hitbit, BTC и Poloniex и приобретайте по хорошей цене Байткоин. Довольно интересный твит. То есть, ну, не знаю, мог ли такой твит именно сподвигнуть именно к росту Байткоина. Ну, не исключаю, что мог. Байткоин в топ-20, по-моему, ворвался, если я не ошибаюсь. Да, точно, на 19-м месте. Не, ну, я знаю, что Байткоин неплохой проект, но что именно из-за этого твитов возник его рост. Ну, вполне может быть, как бы, не исключая этого. Это, смотри, это все, что я нашел. А, в принципе, мне как бы этот твит понравился. То есть, это такой, знаешь, тоже своего рода маркетинговый ход, да. Это как вот мы же говорим, там, ставь лайк, там, если понравилось, то, в принципе, цена сейчас хорошая, поэтому идем все дружно и закупаемся. Ну, да. Кстати, смотри, там сегодня залистились на битхампе две монетки, Ox, а, ZeroX и ниже еще опустить чуть-чуть. Там еще что-то было. Насколько я помню, Авгур, по-моему. И они поутру сначала показывали какой-то рост, такой, там, процентов 15. Но сейчас Авгур вообще 7% процентов, да. И ZeroX тоже 10%. Как-то битхамп в последнее время, мы помним, что раньше он все монеты, которые на нем лестились, как бы очень хорошо их пампил, да. Стреляли, да, там, чуть ли не некоторые под 100% уходили. Ну, в последнее время просто столько много листингов на нем стало, что, по-моему, вот этот вот его памповый порыв как бы начал уменьшаться. И последние монеты, которые на нем листятся, они уже не дают такого большого роста, как раньше. Потом Icon тоже подрос, у него там партнерство какое-то интересное. Венчурной компании, да, они где-то там в Сангуре. Да, корейская какая-то. Корейская, по-моему. Да, криптовалютные проекты продвигать, да. Плюс вот еще вот из этого видно вот этот Centrality. Кстати, здесь какой-то airdrop завтра состоится, да, поэтому я думаю, что некоторые люди решили немножко закупить, чтобы получить airdrop. Собственно говоря, вот такие новости по альткоинам. Вот, ну, вчера мы обсуждали новость, связанную с ООСом, да, там какой-то китайский гигант по безопасности, интернет-гигант. Я точно даже не знаю, ну, как бы мы же не в Китае, ну, довольно крупная компания. Там было написано, гигант, просто компания, которая там как раз-то разбирает эту безопасность различных приложений. Да, и что там, получается, они доклад сделали, что вот нашли там кучу каких-то уязвимостей и так далее у ООСа, да. И мы еще потом обсуждали, что вот будет, потому что, как бы, я залез сразу к Ларимеру там и на Twitter и ООСа официально, и как бы там ничего не было. То есть они на эту тему вообще никак не высказались. Вот, но прошло какое-то время, и, в принципе, Лаример сказал, что все это FAT, да, то есть это FAT, это доклад он назвал FAT, а FAT это как Fear, Uncertainty и Doubt, да, то есть чисто сеять панику, страх, ничего нету, никаких уязвимостей. То есть из всего этого доклада там более или менее какую-то одну уязвимость они нашли, которую, в принципе, о которой они знали уже. В общем, они сказали, что все в порядке. Лаример сказал, что эти уязвимости они уже выявили давно. Да, да, да. И они их уже все устранили еще до того, как эти товарищи китайцы нашли. И там вот единственная уязвимость, которая там более-менее, как бы, он сказал, действительно, как бы, соответствует действительности, но они уже ее, как бы, закрыли. Поэтому Лаример сказал не обращать внимания на всякие непонятные доклады. Все, запуск будет, запуск будет, как запланировано. Состоится, да, 2 июня, как вот и ожидалось оно, что никакого переноса не будет. Так, здесь вот CyberMile сейчас, надеюсь, загрузится. Это то, что они магазин запустили свой крипто? Да, мы, получается, про CyberMile в течение двух суток, как бы, курс довольно высокий был, ну, проценты довольно высокие показывали. Даже вот вчера, когда все было, как бы, ну, практически все в красном, а CyberMile, по-моему, лидировал, насколько я помню. Два дня, по-моему, два дня лидировал из-за того, что должен был анонсировать интересную новость. Я так понял, он ее анонсил. А, все, да, точно, ты же вот как раз говорил, что они что-то про какую-то интересную новость говорили, да? Ну, на Твите у них в закрепе висел этот, как раз, объявление, что вот во вторник они должны объявить какую-то интересную новость. И походу объявили, да? Да, походу объявили. Сейчас вот. Давай, загрузится. Пока грузится там, в принципе, я насколько понял, они открывают электронный магазин, в котором практически все, там около ста каких-то гаджетов электронных, которые можно купить именно за монеты CyberMiles. И не просто купить, но там еще будет возможность того, что тебе потом через какое-то время эти монеты вернутся, я так понимаю. Там какая-то вообще интересная система, я, честно говоря, вот даже, ну, своего рода, короче, стопроцентная скидка, да? Да, получается, более 60 продуктов на этой площадке продают. Короче, они вообще объявили о том, что это первый, да, вот своего рода интернет-магазин, который только за крипту будет работать. Причем крипту, понятное дело, CyberMiles, CMT, вот, ну, там здесь сейчас написано про стопроцентную скидку в течение одного года, да, и вот здесь еще ниже, своего рода кэшбэк программа, но не на все кэшбэк продукты. Там реферальная программа, там еще какая-то есть у них. Так, проекты... Так, кстати, я посмотрел вчера этот магазин, там у них довольно-таки интересные гаджеты продаются. Электронные, да? Телефончики там хорошие, продаются Xiaomi, по-моему, я даже видел интересные. Да, в основном вся китайская продукция, но от этого она не становится хуже, потому что вот Xiaomi, я знаю, вообще у нас сейчас популярные, одни из самых популярных телефонов. Цена-качество, это сейчас, по-моему, один из лучших телефонов Xiaomi. Так что вот она, получается, эта новость, да, секретная там или интересная. Поэтому два дня был курс довольно высокий у этой монеты и, в принципе, вот теперь понятно, почему. Так, дальше у нас идет Soros, который там пугает всех очередным новым мега-кризисом, да, финансовым, масштабным финансовым кризисом. Он не нас пугает, он Европу пугает, как я здесь почитал больше, да? Ну, Европу вообще регулярно пугает, конечно. Это удивительно. Не любит он Евросоюз, потому что здесь зашугал их, что им тут надо новый план Маршала разрабатывать для африканских стран, потому что, если они не помогут африканским странам, то африканские страны просто поглотят. Чтобы они не бежали, да, в Европу так массово. Ну, многие, конечно... Вот именно и на реальную экономику расширяться. То есть он пока что на фондовом рынке своеобразно существует, как бы в таком, знаешь, скрытом состоянии. Мы помним вот это падение, которое в феврале было на этом рынке. И сейчас там такая находится своего рода, как бы видимость того, что вроде бы все в порядок приходит, но есть сомнения. Это, знаешь, мне напоминает, когда мы с 20 тысяч долларов биткоин упал до 10, потом вырос до 17, и все подумали, вот оно хорошо, все, да, наконец-то. И справилось, а потом с 17 до 6 тысяч улетел. Вот здесь сейчас примерно, наверное, такая же ситуация будет. Ну, как бы новость, может быть, напрямую не относится к крипто миру, но мы понимаем, что финансовый кризис, если какой-то масштабный будет, то, конечно, это будет повлияет на... Скорее всего, ну, что может произойти? Ну, должен, по идее, рынок криптовалютный в этот момент расти, насколько я понимаю. Ну, по крайней мере, сюда могут бежать отдельные люди, там, какие-то... Ну, насчет роста точно сказать нельзя, но то, что данное событие очень положительно повлияет именно на сам крипторынок тем или иным образом, это однозначно. Потому что просто получится, когда происходит какой-либо кризис на рынке, да, то потом происходит своего рода как сравнение реальной финансовой системы с возможной криптофинансовой системой. И когда этот кризис произошел, то это получается не в пользу существующей финансовой системы. Естественно, все начинают более пристально изучать альтернативу. Альтернатива сейчас это криптофинансовая система, которая формируется. Да, просто еще не будем забывать, что Soros-то тоже, как бы, начал проявлять интерес вот пару месяцев тому назад к криптомиру. Так, ну давай вот перейдем, тут несколько статей таких, связанных больше с статистикой, но они довольно интересны, наверное, каждому человеку, который так или иначе активен в криптомире. Тут у нас, во-первых, идет, значит, статья такая, была конференция где-то в Израиле, да, именно вот, насколько я понимаю, ну, посвящена, естественно, криптовалютам, да. И вот Олетио, это компания, которая именно занимается аналитикой эфириума. И вот на этой конференции представитель компании сказал о том, что за 17-й год на сети, да, вот на блокчейне эфириума запустили 700 токенов и более 1090 дапов, да, приложений вот этих децентрализованных. То есть они либо в разработке, либо уже, как бы, ну, работают. И еще вот интересный момент, это то, что каждый день, да, ежедневно около 100 тысяч новых пользователей присоединяются к сети. Вот это я, как бы, не совсем понял, что имеется в виду. Наверное, если ты каким-то образом хоть одну из этих дапов начинаешь, да, использовать. Нет, 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 это они считают по созданным этим кошелькам. А, то есть если ты адрес... Каждый созданный кошелек они считают, как бы, вероятным пользователем. То есть если ты создал... Ну, это немножко неправильная система, точно так же, как вот это в Телеграме считают по созданным адресам, хотя на самом деле там один человек может и по 100 адресов иметь, точно так же, как и кошельковый эфириума. Так, более 1 миллиона, значит, транзакций в день. Вот. И 29,2 миллиона уникальных адресов эфириума. То есть такие данные у нас по эфириуму довольно интересные, в принципе, я об этом раньше не знал. 29,2 миллиона адресов, да, и уникальных. Вот реально из них, я думаю, ну, вот 29,2 миллиона, а скорее всего пользователей там несколько миллионов реальных, уникальных. Но посчитать их, конечно, невозможно. Можно только эти эфириум кошельки считать. Так, дальше у нас, значит, про то, что 92% всех блокчейновых проектов терпят неудачи. Ну, мы, как бы, в принципе, это уже знаем, да, просто тут, как бы, конкретно, конкретно, сколько процентов, 92 там или 95, это, насколько я понимаю, доклад какой-то китайской компании. А, или это даже министерство, опять же, министерство информационных технологий. Вот, они, получается, из 80 тысяч, говорят, из 80 тысяч проектов, которые были запущены с начала 2009 года, вот из них только 8%, насколько я понимаю, пока еще активны, да, то есть существуют. Тоже интересный такой момент статистика. Ну, это не сюрприз абсолютно. В ICO там это точно соответствует по ICO, потому что, ну, процентов 90-95 всех ICO проектов, ну, полный шлак. От слова совсем. А потом еще из тех пяти, которые даже с виду более-менее нормальные, мы понимаем, что из них тоже отсеется какая-то еще доля. А ты знаешь, на самом деле, на самом деле, это же не связано напрямую с блокчейном вообще. Это вообще вот в бизнесе тоже такие же проценты, да, там, и 100% вот новых предприятий, компаний, там, через год буквально, там, может быть, от 5 до 10% остаются. Через 5 лет, может быть, еще 5-10% от тех, что остались, понимаешь? То есть... Да, это, я знаю эту тенденцию. Есть такая тенденция вообще в бизнесе в целом. Так что, я думаю, как бы, если он не исключение, да. В среднем проект получается у нас только около 15 месяцев существует, то есть чуть более года. Вот, так что, да, такие цифры. Просто это, опять же, говорит о том, что если ты хочешь найти какой-то следующий там Neo, да, или Ethereum, то это сделать не так просто, на самом деле, что вот на ранней стадии зайти в какой-то проект, который будет расти, 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 да, по времени давать какие-то там иксы большие. Ну, как бы... На самом деле, довольно-таки сложно, да, угадать, допустим, тот же Apple или Facebook, да, за 10 лет до того, как они станут тем, чем они есть. Точно так же и здесь сейчас такая же ситуация. Многие проекты с виду вроде бы симпатичные, нормальные и все, но не факт, что они там станут именно лидерами данного рынка. Может, еще лидеры рынка сейчас вообще неприметные, мы на них многие даже и внимания не обращаем. Они потом возьмут и ворвутся. Поэтому это, как бы, такой сложный... Кто угадает такой проект, тот, можно сказать, как бы себя на всю жизнь обеспечит. Да. Ну, здесь как раз про отдельные проекты, да, которые могут какие-то там дать иксы, возможно. Но здесь, конечно, Vice Ratings, респектабельная такая компания, да, они чуть ли не единственные именно вот из тех, как бы, финансовых компаний, которые в том числе вот рейтинг криптовалют составляют. Уже я не знаю, сколько они, где-то полгода этим занимаются, да, впервые. Я просто... Они в начале этого года, по-моему, начали свой рейтинг в феврале, если я не ошибаюсь. Да, и вот они опубликовали очередной рейтинг, в который вошли 93 криптоактива, да, там, или токена, монеты, как угодно можно называть. Вот, разбивают они их на несколько категорий, да, вот там, технология и применение, плюс риск и, получается, ну, как, риск-то-реворд отношения, да, как бы. Но они не то, что разбивают, они просто по этим параметрам рассматривают каждую монету. И по каждому параметру дают какой-то свой этот и потом делают среднее. Да, просто если брать... Вот, допустим, ниже у тебя вот написано общий рейтинг, потом там технология принятия, инвестиционный риск, риски и вознаграждение, то есть, получается, прибыль. И потом это в среднем считается и дается общий. Да, просто если говорить об этой вот категории, то это больше для девелоперов, да, для разработчиков интересно, а это, естественно, для инвесторов. Вот, и это вот, значит, у них топ состоит вот из этих, сколько, семи монет. Биткоин, кардана, EOS, Ethereum, Ripple, Stellar, Tron, да. И стоп-10 все, получается, да? Ну да, так получается, что и стоп-10. Кроме Stellar, по-моему, или Stellar уже тоже там. Не-не-не, Stellar тоже в топ-10 должен быть. Насколько я сейчас, я сходу не помню, но... По крайней мере, в последнем. Самое интересное в этом рейтинге, они в этом месяце вообще никому не дали рейтинг А, по-моему. Все получили Б, минус, это самый высокий рейтинг, который они дали. Получается. Так, и что до этого, разве, в общем, по-моему, никогда они А не давали? Давали, давали. Они когда-то А давали, Нео, если я не ошибаюсь. Когда первый раз они только-только вышли, они тогда дали рейтинг С биткоину, рейтинг А, Нео. И там многих это очень сильно удивило, и там даже споры возникли определенные. А сейчас они, получается, А вот в этом месяце вообще никому не дали. Нету ни одного проекта с рейтингом А, по их зрению. Так, ну, в самом низу у них находится, вот в основном, это речь идет о проектах, как, форки, короче, форки биткоина, да? Биткоин Голл. Биткоин Правит, любимый проект, получается, Макафи, как ни странно, они в самый низ. Вот достойный ему рейтинг, на самом деле, дали. Можно было ей ему давать смело. И вот RedCoin, да, тоже интересный момент, потому что дальше у нас, как бы я вытащил тоже, просто, ну, так получилось, что у нас вышел рейтинг от Vice Rating, да, это агентство. И здесь вот еще на Finan FM, да, это как бы финансовые радиостанции, насколько я понимаю, в России. И кто-то, вот я не совсем даже понимаю, кто эту таблицу составил, но она довольно интересная, потому что по ней есть смысл пройтись хотя бы, изучить ее, посмотреть. Вот здесь вот она есть. Здесь, как бы, ну, ссылку я, в принципе, в описании под видео оставлю на эту таблицу, да, на в док-формате. Ну, вот я здесь PDF-ку для себя сделал. Вот просто так же по отдельным категориям, да, только, не только технологии. И вот он, получается, здесь у нас разбивает на, а, ну, в топ-100, естественно, они должны входить. Потом ликвидность, да, не менее 1 миллиона долларов, это суточный оборот, получается. Бирж желательно, чтобы более трех, да? Да, не, они здесь все правильные эти, расписали именно варианты, как просто надо любую монету оценивать. Это, кстати, для тех, кто с этим только сталкивается, вот посмотрите, критерии оценки криптовалют. Это, в принципе, любую монету, вот примерно вот так надо оценивать, как здесь написано. Да, и, конечно, когда ты ICO-проекты оцениваешь, ты их оцениваешь немного по-другому, но ты надеешься, что, да, они так же вот залистятся на биржах. То есть, если ты знаешь, если ты знаешь наперед, что там им светит залиститься на каком-то Binance, там Qcoin и так далее, то ты, в принципе, уже понимаешь, что проект более или менее интересный для вложения. Опять же, вот эмиссия, технология, да, то есть, вот как бы несколько просто категорий, на которые они разбивают. И в итоге они вывели для себя вот этот их топ, получается, лучшие монеты, по их мнению. Это, опять же, Ethereum, но он там тоже присутствует, Vice Rating, да, Stellar там есть, Dash Nano там нету в топ-7, Waves нету. А RedCoin, как ни странно, почему я отметил RedCoin, здесь они считают его чуть ли не самой лучшей криптомонетой, да, а в Vice Rating он, наоборот, внизу находится, как ни странно. Ну, Леонид, мы же понимаем, в любом рейтинге всегда существует, помимо объективных каких-то критерий, субъективное отношение тех, кто делает этот рейтинг. Кроме того, мы не исключаем вероятность того, что могут быть какие-то именно спекулятивные или манипулятивные, допустим, составляющие в том или ином рейтинге. А они всегда есть. Потому что, ну, ты сам понимаешь, сколько было возможностей для многих проектов, когда они обращались, ну, неофициально в рейтинговые агентства, проплачивали, получали более высокий, допустим, рейтинг. Так что к рейтингам ко всем надо относиться, как бы смотреть их интересно посмотреть, но надо к этому скептически относиться и всегда все-таки свое исследование конкретной монеты проводить. Вот если заинтересовались какой-то монетой, все равно сами не поленитесь, тоже, как бы, проведите свое исследование. Да, тем не менее, ссылка будет в описании. Вот просто вот один раз хотя бы пройтись по вот этим монетам, да, и прочитать, что они из себя представляют, потому что, ну, видно, человек конкретно хорошую работу проделал. Просто, да, это субъективные мнения, тут, как бы, понятное дело, что если ты сам будешь такую таблицу составлять, то, возможно, ты ряд монет, наоборот, куда-то опустишь вниз, а какие-то монеты у тебя будут, наоборот, вверху. Ну, хотя бы раз пройтись по этой таблице есть смысл. Вот. Ну и напоследок оставил такой интересный опять момент с Макафи. Говорит, что, вроде как, это не холк, да, то есть, ну, это, как бы, не обман, да, что через 26 дней, ну, уже, наверное, получается, через 25 дней, вот такие, короче, какие-то, как фиатные, фиатные деньги, да, выпустят, которые обеспечены криптовалютой. Вот я, честно говоря, не совсем понимаю, шутка это или нет, но он, вроде как... Может, помнишь, наподобие вот этих денег, помнишь, мы когда-то изучали новость, там, по-моему, где-то в Сингапуре, или где-то, или в Гонконге выпускают эти вот такие вот пластиковые деньги, да, 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 с чипами, которые, да, в которых там биткоин, да, там, там, может, Макафи что-то наподобие этого и хочет выпустить. Ну, возможно, возможно, как бы, я подозреваю, что это что-то связанное больше, как бы, с таким, знаешь, коллекционные вот эти предметы, да, но люди же любят коллекционировать, вот, и... Но, как мы до этого с тобой говорили, что если это, как вот, 721, ну, хотя, видишь, может быть, это не совсем то. То есть, пока непонятно, надо будет... Нет, смотри, он может выпустить, допустим, пластиковые деньги, в которых, допустим, в каждой монете запечатана, допустим, какая-то сумма, там, эфира, биткоина, неважно, какой-то криптомонеты, да, ликвидной. Но, при этом, вот этих может выпущен быть ограниченный этот, это как своего рода ценные бумаги, да, которые просто могут стать коллекционными вещами просто за счет небольшого выпуска. Ограниченные количества. Да, ограниченный выпуск, да, и станет коллекционными, то есть, допустим, у них там номинальная стоимость, так как коллекционные монеты, которые банки выпускают, у них там номинальная стоимость, допустим, 1 доллар, да, Она может на рынке стоить 1000 долларов, 5000 долларов В зависимости от редкости и так далее Точно так же и здесь Скорее всего какие-то коллекционные будут вещи Но поживем увидим Маккафи он умеет Как бы такие акции проводить Раздувать, посмотрим что получится Да и что Они выпущены будут именно на Валютной такой бумаге, да специальная бумага Тут ему вопрос Задает, а на туалетной бумаге Как бы будут такие тоже Он сказал да будут короче С юмором, дедок Это что, я не удивлюсь Что он и туалетную бумагу какую-нибудь там Скрипта этими выпустит и будет спрос Он такой дядька Так, ну Что Выпуск подошел к концу, да вчера выпуска Не было, вернее он был, но мы решили Не заливать, потому что были Проблемы там связанные С аудио опять же Надеюсь в этом выпуске все будет нормально Спасибо за просмотр Опять же, если есть что добавить по новостям Да, или какая-то другая информация Можно это сделать в комментариях ниже Ставь лайк, если понравился наш эпизод Можно опять же расширить с друзьями И не забудь присоединиться к нашему Крипто сообществу на ресурсиндекрипт.мл Все, спасибо, пока и до завтра Да, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok